Ровно сто лет назад в этот день свершилось избрание на Цероссийский патриарх Христов нашего небесного правителя, сильнейшего патриарха Христа. Российский патриарх Христов стал важнейшим событием в нашей церковной истории. Он был создан в момент, когда казалось, что ничто не подвещает в Церкви, ничего другого. Страна погружалась в гробовых паурах, разрастался в огонь страстей, взаимной ненависти. И Церковь, не отделенная от страны и общества, казалось, неизбежно пройдет по этому пути. И Собор также стать ареной страстных бит. Но этого не произошло чудом Божьим. Собор явил удивительную картину церковного деятельства. Он смог преодолеть все человеческие страсти. В избрании членов Забора приняты участие все неравнодушные чадо Церкви. Церковь, Забор, 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 все свои церковного общества. И каждый из Забора этот раз услышал. Никто никому не пытался навязать свою волю. И даже когда на эмоциональном событии решении Собора, во время принятия восстановления, ну восстановление церковь. Сторонники этого оказались в большинстве. Они не пытались дальше диктовать своим условиям тем, кто оказался в большинстве. И неудивительно, что избранником Божиим через такой Собор стал величайший святой. Святейший Кляр Тихо не стал каким-то воителем или церковным повелителем. Он был воинством любящим Отцом для всей своей Сороссийской Восстановленности. И даже те, кто в Соборе до этого страстно поступали в роботе восстановления патриаршесства, прониклись в Него ответной любовью. И именно это единство в Руи стало той силой, которую Церковь была способна противопоставить в безможном гонителе. Были те, кто предлагал противостать гонителям оружие смертоносное. Но Церковь не пошла по этому, то есть не оружие смерти, а силу, любви и святости явила на нас. И только это явление в Божественной Благодати, ставшее, возможно, благодаря подвигу Отцову Собора и избранного Бога, предстоятеля Церкви Русской. И оказалось возможно выстоять в условиях страшного гонения. И в наши с вами дни, особенно сейчас, когда мы празднуем 100-летний юбилей, встает вопрос, не взяли ли мы сейчас и нам провести что-то похожее на тот великий Собор. Но не зря говорят, что всякий народ на всякое время достоин своих правителей. Сто лет назад учатся в Церкви Русской по слову своего святого предстоятеля, святителя Тихона, явили готовность восстать и умереть за Церковь. И это не было просто какими-то красивыми словами. О, по новым большевистским законом, все, что вывела в Церковь, все ее святыни, объявлены были небе народной собственности и подвижали изъятия, и остаться в Церкви Божьей они могли лишь в том случае, если бы в каждом храме нашлось бы 20 смельчаков, готовых выступить в роли добровольных задушек и поручиться за сохранность Церковного Достояния, поручиться пред этими самыми безбожными кастеринами. И это тогда, когда страна была занята кровью. Большой вопрос. Как в нашей дни? Есть ли Бабыра? Народ стал перед таким, что много понашлось тех, кто выразил такую готовность умереть за Церковь. И не приходится удивляться, что когда такой готовности нет, нам вместо подлинного собора предлагают праздную роду подливые нарекотуры. как то было в прошлом году, смотрите, когда Церковь, по сути, попыталась превратить в некий театр одного актера. Конечно, такой театр может быть по-своему привлекательным, особенно в свете возможностей современных медиаресурсов. Кому-то может нравиться такая картинка, представляющая Церковь. Но что будет, если хозяева этих ресурсов вдруг выключат свои саппиты, и краски померкнут, и приедет некто, кто властно рукой сдернет декорации этого театра, что сможет сделать тогда один, то есть даже выдающийся наркотик. Вот именно на это надеялись сто лет назад большевики. И в Церкви они видели не более, чем омертарелые порты, которые рассчитывали сокрушить одни лудак. Но Господь посранили их расчеты. И там, где они думали, что все омертарело, они увидели и запилующую их жизнь, и их успокоили. Дай Бог, чтобы и в наше время мы могли явить такую силу, силу жизни, любви и святости. И тогда от победности Божьей будет возможно новый, великий, святой, от победы. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...